23 ноября вторник в прямом эфире телеканала 78 итоги дня в студии михаил стов добрый вечер смольный определился с тарифами на проезд понятно что он подорожает но странным образом владельцы единой карты петербуржца будут платить даже меньше чем сейчас обсудим еще планы города по строительству нового терминала для приема поездов высоко скоростной магистрали и большого смоленского моста эти проекты рассматривали сегодня на совете по сохранению культурного наследия у градозащитников есть определенные опасения во всяком случае по поводу нового вокзала ну и конечно же будем говорить о ситуации с коронавирусом губернатор сегодня предложил предусмотреть выплаты пенсионерам за вакцинацию а общепит просит отменить запрет на работу ночами но не только об этом сегодня в гостях у нас председатель региональной общественной организации содействия малому бизнесу енина гришина енина владимировна добрый вечер добрый вечер и политолог доктор политических наук илья быков илья анатольевич здравствуйте мы с вами с коронавируса начнем такая радостная тенденция к снижению заболеваемости наметилась наконец-то в целом по стране около 34 тысяч новых случаев в петербурге количество заболевших уменьшилось почти вдвое за последние сутки 1060 человек хотя конечно сделаем скидку на выходные посмотрим что будет концу недели но на сегодня город на четвертом месте по количеству заболевших впереди москва самарская московской области к сожалению по-прежнему высокой остается смертность по россии 1243 летальных исхода у нас 76 и как заявила сегодня глава роспотребнадзора анна попова несмотря на снижение заболеваемости снимать ограничения пока рано или анатольевич с вас хочу начать разговор мы два года уже практически существуем в рамках хотя ограничение вот вы как политолог какие тенденции отметили бы вот например насколько пыли поляризована общество там в плане отношения и к заболеваемости и особенно тем ограничением которые власть вводят к сожалению не видел каких-либо таких социологических исследований что в общем очень печально на самом деле проводить исследования и узнавать замерять как люди себя чувствуют потому что у меня такое впечатление что конечно за два года все очень устали и психологически и финансово и вообще по всячески да то есть люди реально устали и поэтому вот и казусы с антиваксерами которые иногда предпринимают там какие-то несанкционированные действия и то но это понятно в общем почему происходит потому что люди действительно устали и какие-то резкие ограничения там не знаю не пускать людей в транспорт не предупредив это то что происходит сейчас татарстане регионы да вы иногда вот за две недели все-таки предупредили видимо недостаточно предупреждали да и люди не до конца видимо поверили что так оно и будет потому что ну все таки можно было не просто предупредить а когда вы начинаете эти меры применять сначала все таки объяснять может быть отпускать и уже потом через какое-то время уже действительно радикально уже но у вас предупреждали вам объясняли вот были случаи и так далее то есть все таки тут нужен комплекс мер да и в первую очередь конечно нужно сначала исследовать какие какая ситуация как люди себя чувствуют и на что они готовы потому что такое впечатление что люди принципе очень сильно финансово ограничены им надо работать надо ехать на работу вы понимаете да и соответственно но это может привести к любым эксцессом татарстанский опыт наверное чуть попозже так поподробнее разберем потому что самом деле такая первая ласточка наверное которая потом пролетит по всей стране как бизнес адаптируется к этим все новым и новым вводимым ограничениям если он вообще адаптируется могут сейчас правильно сказали что у людей и в бизнес бизнес это те же самые люди ничем не отличаются они я так выделил в отдельную категорию как бы супер люди когда спрашиваю у испанцев власти а как вы себе бизнес представляете какое-то неведение какое-то пушистое или не пушистое существо конечно же вот эти ограничения которые вводятся бизнес реагирует на них сейчас более резко почему потому что все меньше и меньше логики видят к сожалению потому что то что бизнес стал подкован юридически что он научился читать постановление распоряжения которые выпускает наша исполнительная власти которые приходят с федерального центра но все меньше и меньше находится там состыковок а так как у этих людей работа напрямую зависит от этих постановлений и распоряжения вот этот протестное настроение она появляется из-за непонимания как мыслит исполнительная и законодательная власть мы этот момент тоже отдельно обсудим но я сейчас хочу о европейском опыте несколько слов сказать потому что большинстве европейских стран запреты и ограничения куда более жесткий чем у нас с нами на связи сейчас жительница афин ольга васильева ольга добрый вечер я знаю что в греции со вчерашнего дня не вакцинированном запретили посещать закрытые помещения то есть если я правильно понимаю это кафе рестораны музеи театры да так со связи у нас какая-то проблема давайте попробуем еще раз переподключиться и ольгу вывести в эфир что касается нашего опыта да я уже на татарстан сослался но вот сегодня клишеса представитель комитета сайт федерации по конституционному законодательству заявил что должны быть единые правила по применению qr кодов для регионов а у нас есть татарстан который с понедельника ввел qr коды для входа в общественный транспорт сегодня они кстати итоги подвели это вот только за понедельник только в казани не пустили в общественный транспорт 2400 человек объемы перевозок сократились на четверть в ханты-малансийском округе с вчерашнего дня и до 5 декабря введен режим сам самоизоляции для непривитых невакцинированные жители четырех муниципалитетов нефтьюганска нягань и урай кандинского района должны будут оформлять уведомления о выходе из дома в специальном приложении этот вопрос о региональных практиках должна ли быть тут какая-то общая федеральная стратегия или ну раз мы федеральное государство каждый регион должен сам решать исходя из-за внутренней ситуации на мой взгляд какой-то общей федеральной платформы должна быть для этих qr кодов потому что люди которые скажем ездят командировку и у них не та система грубо говоря qr кодов распознавания qr кодов они могут оказаться ну совершенно в патовой ситуации сейчас прежде чем куда-то поехать нужно изучить тебя ждет в том или ином регионе поэтому какая-то такая общая платформа должна быть другое дело что скажем по одному и тому же qr коду в разных регионах могут быть разная степень ограничений да это правда но это один и тот же qr код который действует по всей территории страны и поэтому неважно куда вы едете в татарстан или москву ваш qr код должен работать понятно что с теми ограничениями которые в этом регионе но этот qr код должен работать потому что если он не работает вы приезжаете у вас вообще не работает qr код не все фактически он должен работать должен если ты вакцинирован и у тебя есть отметка на госуслугах это тот самый федеральный qr код который должен пускать тебя везде и надо вам слово сейчас попозже дам пока у нас есть с грецией наладилось ольга еще раз да добрый вечер еще раз давайте повторим этот момент то есть у вас со вчерашнего дня в закрытые помещения не привитым вход вообще закрыт то есть никак и даже там пациентеста не а про качество да все верно пациенты работы только для открытых виран то есть если вы хотите как народ воспринимает вот этот запрет но позавчера были протесты мы же греции тут часто протестуют и естественно против этого тоже протестуют сейчас насколько массово потому что мы вчера связывались с нидерландами там дошло до столкновения с полицией но если честно часто против против всего поэтому протесты были такие вот при этом у вас уровень вакцинации какой вот интересно провести параллель уровень вакцинации уровень заболеваемости на сколько ситуация изменилась но вот сегодня по заболеваемости 8 человек заболевает по статистике общедоступны греции сколько сколько еще раз давайте уточним человек 8 8 тысяч человек заболевших да ну для примера население греции 11 миллионов примерно составляет ну если с вами там и и вакцинации и что говорят реагируют кто-то агрессивно кто-то агрессивно за 50 на 50 я правильно слышал да 50 процентов вакцинированных 50 нет около вакцинированных около 60 процентов около 60 да ну да но в любом случае это показатель такой невеликий да скажем так для европы потому что некоторых странах там процента вакцинации доходит практически до 90 процентов вот нынешние ограничения они на какой срок введены до 6 декабря пока что люди потому что до оля извините разбога да со связи у нас какие-то проблемы мы ольга васильева из афин была с нами на связи вот вам пожалуйста европейский опыт до ограничения водятся практически везде очень жестким то что у нас сейчас это еще такой лайтовый режим мы и близко не подошли к тому что в европе но про наши региональные практики да ну вот честно говоря когда зашел разговор о том что у нас вводится закон федеральный закон вот а кьюар-кодах да да а кьюар-кодах у меня как раз от бизнеса посыпались вопросы как вот только вводится федеральный закон а что же у нас происходит на сегодняшний день один из главных вопросов но у нас что значит получается все постановления распоряжения письма санитарного врача санкт-петербурга я имею ввиду они не имеют под собой никакой правовой основы ну почему я говорю что нету логики решений и их исполнения от этого возникает разное трактование проверяющими органами и это ложится естественно на бизнес штрафами закрытиями и и так далее то есть бизнесу вот нет этой прозрачности ситуации чтобы понимать что как и куда делать ну у нас то же самое с вакцинацией у нас вакцинация не обязательно но при этом обязательно на никакой законодательной базы тоже нет закону включения прививки от коронавируса лежит в госдоме с предыдущего созыва она так и не внесена в национальный календарь прививок ребята в законодательной базой почему не торопитесь почему мы вот обществу подбрасываем огромное количество каких-то вопросов и сомнений по поводу вещи крайне необходимых вот уже сейчас вот кстати ситуация которая в татарстане она напрямую ложится на бизнес в санкт-петербурге например да qr-код бизнес должен проверять но спрашивать какой-то документ удостоверяющих не имеет права но если он пропустил свое заведение человека которому не соответствует qr-код штраф ложится и на этого человека и на бизнес где наши власти то есть они по целиком переложили ответственность на бизнес выполнение этого но тут видимо расчет еще на некую сознательность населения что ты в любом случае если хочешь попасть некое заведение там или сейчас театр музей ты собой какой-то документ возьмешь что я понимаю да я например ходил когда вели qr-коды в один из музеев где милая девушка попросила кроме qr-кода показать все-таки какой-то документ подтверждающий личность у меня не было с собой паспорта она согласилась на банковскую карту потому что он там есть фамилия имя которые совпадают с инициалами ну а куда деваться потому что на самом деле она не имеет права требовать мне никакие документы но однако штраф она если бы не соответствует она гребет по полной причем у нас от штрафа у нас 300 тысяч на предприятии до 500 тысяч может быть до 500 тысяч да совершенно верно если говорить о проблемах бизнеса у нас рестораторы сегодня я видел информацию завершили сбор подписей губернатору просят разрешить им работать по ночам и это так понимаю консолидированная позиция бизнес сообщества потому что было разрешено работать до двух ночи в принципе если мы вводим какие-то карательные меры ну и может быть я сказала очень сильно карательные меры запрещающие меры рестораторы легальные рестораторы они все прекрасно понимают они легальные они так и будут работать но это уже работа каких-то комитетов которые на это направлены там порядка 10 11 точек каждую неделю обнаружен но для запрещать легального бизнеса который провел вакцинацию которая будет соблюдать те qr-коды лишать его сейчас и так у них выручка упала где-то до 70 50 70 процентов где-то 20-30 зависимости в какое время они работают тем более сейчас идет корпоративное время то есть когда люди уже начинают готовиться к праздникам это скажем так самое вкусное время когда неделя кормит год и если в этом году запретить но я не знаю тогда кто останется в строю практически и не и не уйдут ли они действительно в серую но с другой стороны власть вроде бы отчасти пошла навстречу бизнесу потому что у нас ограничение было до 11 работа да но позволили работать до 12 потому что нет позволили до 11 пробивать пробивать чек а вот посетители оставаться до 12 но все равно уже какой-то какой-то такой плюс есть но я могу сказать что бизнес особенно вот ресторатор рестораны бизнеса общий пит они очень многое и власть пошла навстречу и бизнес очень многое сделал но со своей стороны то есть это такая не однобокая позиция не то чтобы мы вам даем а вы нам ничего я еще еще раз повторю нелегальный бизнес который работает и на которые очень часто ссылаются то что вот они по ночам работают никакого отношения не имеет к нормальным организованным в ресторанам точкам щепита и кафе и нельзя их за это наказывать я думаю что сейчас и так уменьшилось у них количество посетителей из-за внешнего и внутреннего туризма и не разрешить им до двух часов как было раньше работать не думаю что это будет очень большой наплывом и распространением вируса да мы уже по моему полгода назад обсуждали этот вопрос что действительно что коронавирус в это время как-то хуже или там более агрессивно нападает на посетителей наоборот если мы растягиваем время работы ресторанов да то соответственно ну людей будет меньше каждый час да то есть если мы растягиваем время работы то соответственно люди могут распределиться более и соответственно меньше контактов и с другой стороны если мы вводим qr-коды зачем нам еще дополнительное ограничение совершенно верно мы вчера подключая представители ассоциации владельцев кинотеатров резонный вопрос если мы ограничиваем количество зрителей до чем qr-коды если мы вводим qr-коды зачем ограничивать количество и по времени то же самое принципе давайте мы примем как какие-то одни меры это о логике принятия решения здесь получается как двойной налогообложения да совершенно и таким образом ограничили и таким образом решили еще ограничить что касается вакцинации у нас сегодня проходило заседание городского правительства и губернатор предложил поощрять первую очередь пожилых людей за вакцинацию скорее всего со следующего года схем будет работать комитет по соцполитике должен порядок разработать предлагается нам по 2000 рублей выплачивать тем кто в следующем году привьется пока не определились какого возраста ну вот как сегодня заявила время исполняющие обязанности главы комитета елена фидрикова на выплаты потребуется до миллиарда семисот семидесяти миллионов если выплачивать горожанам 65 плюс и более двух миллиардов если всем старше 60 сейчас среди пенсионеров уровень вакцинации достигает 55 процентов ну а в целом у нас привились более двух миллионов ста тринадцати тысяч петербуржцев вот это на ваш взгляд увеличить темпы вакцинации мишусин кстати настаивал на том что нам надо темпы вакцинации увеличивать потому что уровень коллективного иммунитета где-то на уровне 50 процентов по стране в петербурге повыше потому что у нас активнее все таки идут процессы насколько деньги здесь простимулирует народ растимулирует потому что вот для этого поколения до 60 плюс 65 в принципе вот такое отношение государства и сумма является существенной ну то есть такая привода пенсия не уверен на самом деле надо было узнать какое-то исследование провести какая будет значимая сумма тоже 2000 с одной стороны так это прямо скажем не особо большая сумма с другой стороны конечно приятно но я слышу в европейских городах 100 евро по-моему платят пожилым людям там дают по моему я здесь поспорила бы на насчет того чтобы что у нас была подобная тема когда помните и не выходить из дома если 60 до 1000 после если ты отсидел и что и да и они были очень довольны и это было такое дополнительным стимулировать было 2000 в москве вам по 4000 до сели тогда до пенсионерам ну может быть но вот насчет уровня я не уверен насколько это стимулирует тех оставшиеся 45 процентов нет конечно же полностью который хотя бы частично рубежа то в любом случае не достигнем да мы же извините не ростат который переписал 100 процентов населения на и должны достигнуть среди пенсионеров хотя бы среди пенсионеров но с другой стороны мы не учитываем тех у кого нет отвода ну так что кого какие-то там серьезные проблемы даже 90 процентов это абсолютно нереальный показатель 80 в лучшем случае да да но здесь опять же вот мы там апеллируем к этим цифрам мы же уже запутались а какой уровень коллективного иммунитета нам нужен что говорят 80 теперь да то есть мы стартовали 60 процентов сейчас генсбург вчера заявил что нужно 75 80 процентов ну потому что новый штамм он более заразный поэтому требуется выше да статистика гуляет кто вакцинируется первый раз кто и кобуре вакцинация кто переболел то есть вот как бы все таки эти все цифры связать и увидеть одну единую какая у нас на сегодняшний день откуда что насколько в этой ситуации таких запретов везде и всюду правомерные разговоры о соблюдении прав человека . к вам первую очередь обращаюсь потому что это одна из больных тем которая постоянно поднимается что вы своей вакцинации своими ограничениями своими qr кодами ограничивайте мои права вот здесь вот приоритет смотрите в разных странах по разному этот вопрос решают но даже самых таких вот отъявленных либертарианских странах все равно все понимают что есть общественная безопасность вот вчера связывали с нидерландами вышли протестующие разогнали их водами вот идея либеральная демократия совершенно спокойно как только дело дошло до поджогов и погромов тут же полиция применила водометы толпу разметала совершенно верно у них там есть какие-то свободные районы где вообще не полиции никого вот поэтому в принципе если говорить с точки зрения политической науки действительно есть такой примат общественного блага и если некоторые в общем члены общества не готовы ему следовать то есть соответствующие меры так скажем принудительного характера включая и штрафы и соответствующие наказания и прочее то есть в принципе это как бы мы не назвали какой строй режим там политический и какие бы ярлыки не навешивали по моему это сама очевидная вещь что есть общественная безопасность общественное благо и значит мы же не ездим по дорогам как хотим без правил правильно но европа движется именно в этом русле то есть вот ограничивая права и свободы понимая что общественное благосостояние и благополучие оно превыше прав отдельного человека да мы условия коронавируса мы в этой ситуации оказались как-то то ли либеральней да то ли как бы это приличное слово подобрать то ли вот действуем в этой парадигме русского сознания да давайте вот это попробуем а вот пронесет да давайте еще попробуем да да ну что закроем тогда уже тему коронавируса на сегодня да уйдем сейчас на рекламу и после нее будем говорить о деньгах со следующего года нас ждет повышение стоимости проезда и кстати парковки а в центре города подорожают смольный определился с тарифами на проезд на следующий год разовая поездка дорожает сразу на пять рублей жетон метро будет стоить 65 рублей билет в автобусе троллейбусе трамвае 60 подорожник вырастет на 4 рубля 45 метро и 40 наземный транспорт и самый выгодный становится единая карта петербуржца по ней стоимость проезда уменьшится на 4 рубля во первых это снижение по единой карте петербуржца сегодня в метрополитене самый дешевый способ поездки 35 рублей что дешевле чем в нынешнем году по екапе я если екапе токенизировано ну или записано в телефоне то цена снижается до 31 рубля то есть это самый выгодный способ перемещения кстати 1 апреля следующего года жители зеленогорска ломоносово других пригородных районов будут платить за поездки в петербург по общегородскому тарифу 60 рублей за поездку по гостевому и 40 рублей по подорожнику а с 1 декабря этого года вырастет стоимость парковки в центре 60 до 100 рублей в час тариф на оформление годового абонемента останется для автомобилистов прежним 1800 рублей для легковых машин места для платной парковки до конца года оборудуют еще на 71 улице так ну вот эту историю нужно разложить да то что называется парковки отдельно проезд отдельно что касается проезда общественном транспорте у меня тут конечно такой вопрос ребята почему на 5 рублей сразу это же получается 10 процентов вот так махом и даже на подорожник по которому ездят в основном жители петербурга для меня не совсем понятно опять же мы говорим про логику применяемых решений что я помню первый раз когда вот на эту максимальную сумму поднимали стоимость объясняли тем что мы еще несколько лет стоимость проезда поднимать не будем и как-то все забылось потом причем сначала же были предложения там на 3 на 4 рубля поднять такая была там 57 62 но видно решили что наверное цифры некрасивые надо на 5 рублей чтобы так вот кругленько было красивенько но видимо за счет вот этого повышения и снизили проезд по единой карте петербуржца тоже вопрос почему да почему я например как пользователь подорожника буду платить одну сумму а человек который пользуется единая карта петербуржца будет платить другую то что есть какой то в этом вот интересно вообще какое количество у нас вот пользуется единая карта я не знаю сколько пользуются но обладателями являются порядка по-моему что-то 700 или 800 тысяч человек в городе может быть есть желание увеличить как раз это как вот может быть такая цель и преследуется потому что на нее еще завязывается очень много сервиса отключим газ да вообще нам вам нужно пригласить кого-нибудь из комитета по транспорту чтобы они объяснили эту логику а ну я могу придать только то что логику я могу только вот предположить что наверное в связи с к видом пассажиропоток упал и надо наоборот заработать наоборот выросли получается на следующем году еще ждет транспортная реформа может быть и на нее тоже деньги требуется поэтому это конечно выше инфляции получается официально это и мы повышаем на десять процентов при этом у нас инфляция сейчас идет порядка 8 процентов вот я говорю я не знаю утешит кого или нет но следующем году с 1 июля тарифы на женщин коммунальные услуги повысить всего на три с половиной процента да это опять же там значительно ниже инфляция но если брать на круг просто я знаю я помню я специально кстати сегодня когда увидела эту новость то чтобы было в яндексе но ты я посмотрела в 2000 году сколько у нас строила метро 5 рублей на 1200 процентов у нас поднялось 21 год что касается новых парковок тот же комтранс обещают еще одну 71 улицу в центре перевести в зону платной парковки насколько эта история на ваш взгляд бы свою роль сыграл и разгрузила улицы центр города ну и там не знаю можно ли говорить о том позволила на бюджету заработать в принципе это нормальная история для таких городов туристических больших городов старинных городов вся европа живет с платными парковками внутри но от которой приносит значительный доход как она будет развиваться на же несколько раз уже пробовали это делать как будут четко у нас один раз попробовать один раз попробовали она долго не получалось эту историю там через пять лет она наконец-то была настроена но вот сейчас как процесс активизировали вот я живу как раз в зоне плату парковки да и вот когда как раз и ввели когда еще было непонятно как куда там деньги перечисляются и в общем пять лет было непонятно но самом начале я прям почувствовал что действительно стало меньше автомобилей вот в этой зоне именно платной а вот как только начинается бесплатная там сразу вот куча машин просто в три раза плотнее стоят в дворах при этом увеличилось количество парковочных машин что было так осталось снимали когда народ с платной парковки просто заезжал во дворы там где есть свободный заезд тут это интересы самих жителей этого дома поставить собственно ворота но вы не автомобилист или анатолий я там и велись почему но вы как резидент этой зоны у вас же есть какие-то бонусы смотрите я вот как раз не оформлял потому что у нас как раз такой двор там дворовая парковка да поэтому я не оформлял но вот сейчас судя по всему мне придется наездить на работу в тоже в такой же платной зоне и надо заботиться этим вопросом да я посмотрела кому преференция что бесплатно да это участниками великой отечественной войны не подходит мы что вряд ли они да это первый пункт потом значит участь кто был в концлагерях дети и кто живет на постоянной опять же вопрос это будет одно место а вы знаете что в семьях и одна и две машины вот это все не расписано как это будет происходить но все равно идея то что это платные парковки в центре города и пойдет бюджет города это нормально европейская история повысить пропускную способность вот московский опыт показывает что скорость проезда по центру выросла несколько раз соответственно пассажир поток увеличился и значит получается что легче проехать по центру города связи с тем что есть да но если мы приоритет отдаем общественному транспорту то конечно же улицы центру нужно расчищать а у нас транспортная реформа которая в следующем году но дай бог осуществится она как раз предполагает что у нас общественный транспорт будет ходить регулярно по расписанию хотелось бы верить но будем надеяться что так и случится о новых проектах достаточно интересная история сегодня меня совет сохранения культурного наследия рассмотрел несколько новых проектов но один из них это проект терминала высокоскоростной магистрали появится скорее всего год поблизости от московского вокзала при этом обещают что московский вокзал не тронут он правда под угрозой могут оказаться исторические строения по соседству второй проект строительства нового разводного моста в створе большого смоленского проспекта и улице колонтай мост будет иметь шесть полос движения с развязками на проспект обуховской обороны октябрьскую набережную и наперещение до веневосточного проспекта с улицей колонтай мост планирует построить в двадцать третьем начать в двадцать восемь он закончится сейчас хочу к разговору подключить заместитель представителя петербургского отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры александр кононова александр оксантов добрый вечер здравствуйте добрый вечер а вот связи с двумя ну как бы с мостом чуть позже наверно разберемся а что касается терминал на московском вокзале там же как я понял историческая застройка попадает под угрозу сносом да не просто попадает под угрозу сноса а вот в том варианте который был предложен 18 исторических зданий это все застройка вот середины 19 века кокаевские склады из 60-х годов 19 века она была обречена на снос что собственно и вызвало в общем довольно серьезную критику сегодня что совет решил в итоге в итоге совет не поддержал предложение об изменении 820 закона с исключением этих 18 исторических построек из режима защиты а по моему предложению значит создается рабочая группа которая должна включить как представителей транспортного скажем так цеха и членов совета сохранения культурного наследия которые занимаются и проблемами сохранения и практикующих архитекторов наверняка как там никита еврей например да автор складового вокзала которые хорошо разбираются в этой проблематике для того чтобы искать в общем какое-то иное решение не так сказать тотально уничтожающие это исторический квартал что касается моста на большом смоленском проспекте там как я понимаю никаких вопросов не возникло или все-таки было что то вопросы там тоже есть но там было немножко другая ситуация это тоже исторические постройки значительная часть которых была в советское время перестроена одна постройка там руинированная поэтому несмотря на предложение градозащитников не создавать прецедента решать не через исключение в законе этих исторических зданий все-таки большинство совета к сожалению для нас сегодня проголосовала за поддержку этого решения а решение совета они рекомендательный характер уносит да конечно конечно то есть простите чтобы вы там не приняли все равно у исполнительной власти остается право не учитывать ваши советы но я бы сказал так за те два десятилетия с лишним что существует совет не было случаев чтобы решение совета было бы как-то демонстративно проигнорировано прекрасно и еще один момент связанный с советом мне показалась такая красивая история проект установки семи парусников в акватории не вы здесь какие-то противоречия есть сохран с охранным законодательством и статусом объекта всемирного наследия юнеско ну все были настроены довольно благостно я единственный по моему воздержался при голосовании там все-таки при том что это но действительно красиво это в традициях петербурга есть некоторые точки где предполагается поставить эти кораблики которые но с точки зрения выдающихся архитектурных памятников вызывают у меня некоторые опасения не будут ли перекрыты важные видовые точки вот например особенно меня очень беспокоит место у меньшиковского дворца где прямо предполагается поставить довольно крупный парусник спасибо вам александр конов был с нами на связи с чего нам тут начать с нового терминала новый терминал но я слышала что вообще об этой магистрали еще под вопросом будут ее строить или не а мы даже как-то эту тему обсуждали шли разговоры о том что либо проект отодвинут либо отменят вообще но сейчас вновь заговорили о том что все таки проект будет дорабатываться и москву и петербург высоко скоростной магистраль свяжет я думаю что построить терминал после этого когда только будет утвержден проект можно говорить об этом мосты конечно они нужны мосты для питера это разгрузка и дорог и но мосты и питер это одно целое а история с парусниками это на вкус и цвет на вкус и цвет но вот смотрите восприятие тех же парусников которые сейчас у нас такие коммерческие точки на акватории не вы да там город с ними успешно безуспешно борется другой стороны туристы которые приезжают в город все подчеркивают их красоту и все фотографируется обязательно в том числе и на фоне этих парусников это вот насколько по-разному люди относятся до для горожан это неприятие это там какой-то китч и это никакое отношение не имеющие там городу нет мне все нравится вот то что у нас стоят парусники мне они все абсолютно нравится так как они сделаны даже вот то что стояло сейчас я проезжаю по набережной не стоит маленький такой дистайл парусник да он не претендует на художественную постройку но он так забавно смотрелся то есть я не думаю что он мешал горожанам в каких-то местах да там где меньшиков это должны быть такие значимые красивые добротные там если добротные поставить там меньшиковского дворца не видно не рассмотреть небольшие добротные с другой стороны смотрите у нас есть история полтавы да который там газпром по историческим чертежам восстановил сейчас где она у нас там в районе адмиралтейской набережной или английской набережной по моим где-то там стоят где-то там я один раз ее видела но вот я тоже как-то видел не знаю там переместили на английской набережной где-то там стоял по моим вот но ведь ты не портит нет абсолютно не по честно говоря у меня какого такого прямо четкого мнения нет вообще наверное да если мы так сказать чтим наследие петра первого то принципе неплохо иметь такой вот некий такой декор до который был украшал но не только там мойку там или там небольшие речки да но и в главных акваториях были принципе какие-то принципе ничего плохого нет фишечки которые добавляют все старинные гравюры картины тот же меньшиковский дворец там вот эти парусники парусники они все изображены на нем если смотреть вот и вот если коллега александр сказал что он слишком большой то тут надо конечно смотреть правда размеру чтобы это вписывалось а так в принципе я считаю что это колорита добавит раз про украшения заговорили города после рекламы обсудим еще о том как город украсть к новому году и как будет работать рождественская ярмарка в этом году ну и смольным сегодня поделились планами на новогодние праздники в списке больше 300 событий на дворцовой площади рядом живой елью установят ледовый дворец на манежной откроется традиционная рождественская ярмарка с катком участие не примут представители 15 регионов для торговли выделяют 90 мест кстати тут у всех организаторов и участников должны быть qr-коды средства индивидуальной защиты а для посещения катка придется записываться заранее через приложение причем для катка понадобится предъявляет qr-код но вход на территорию ярмарки будет свободным еще один каток откроет на гелагином острове основные работы по украшению города начнутся 10 декабря и губернатор сегодня подчеркнул что красота должна быть не только в центре но и во всех районах включая самые самые отдаленные но уже чувствуется да что скоро новый год потому что елки где-то станции метро появляются посмотрим как город украсит в этом году там этот как это правильно называется как-то пакет оформления как это будет английское слово не помню когда но пакет оформления уже подготовлен и это будет такой в стилистике отсылающий там петру первого имперская как обозначена 2022 год но видели наверное да да очень красиво но желательно чтобы конечно не только на одесском но и по городу так расползлось это украшение чтобы спальном районе люди тоже понимали что праздник нам приходят не только туристы редкие в этом году да ильянтов ну конечно нужно создавать все таки несмотря на вот такие печальные обстоятельства да все равно нужно какое-то настроение людям создавать какое-то праздничное вот и но я думаю что все таки туристы наверно будут какие-то каникулы там еще как-то внутренний туризм то точно будет более сейчас рассматривается чтобы там с куар-кодами тоже отложить до 10 января и рождественская ярмарка в прошлом году она прекрасно себя зарекомендовала в этом еще если будет каток ну да куар-коды в прошлом году каток не разрешили не разрешили да в этом году все-таки это на воздухе то что там будут работать люди с куар-кодами но это правило торговли на сегодняшний день это тоже нормально вот я думаю что новый год будет красивым я имею до по оформлению то что за для политологов сейчас как раз такое широкое поле для изучения вот этого вот всех общественных настроений но это наверное такая задача больше для социологов да как бы понимать как люди вот во всем этом варятся и какие выводы они для себя сделали но тут-то главный вопрос какие выводы еще и власть для себя сделает и всей этой нынешней ситуации вам спасибо огромное наше время к сожалению завершилось и не нагришина илья быков подводили сегодня итоги дня еще раз вас благодарю спасибо телезрителями мы увидимся завтра в 21 10 а сейчас время итоговых известий с игорем патрином игорь добрый вечер приветствую актер игорь скляр сегодня петербурге попал в очень неприют неприятную ситуацию что случилось миша сразу скажу ничего страшного не произошло но могло бы актер попал в дтп в центре города в его машину задом влетела иномарка подробности в середине выпуска и вот еще о чем расскажем а